здравствуйте я не только люблю лепку но и очень сильно люблю рисовать поэтому естественно я совмещаю эти две техники и создаю так называемые 3d картины на самом деле это простая техника где используется бар рельеф рельеф единственная основу мы будем делать из холодного фарфора и окрашивать акриловыми красками на основе из арголита это у меня из подрабки арголит я нарисовала приблизительную композицию которую хочу сделать и планирую что у меня будет объемная птичка несколько веточек и вот эти вот ягодки также изначально саму птичку мы прочерчиваем для того чтобы была лучшая фиксация когда мы будем создавать объем первоначально я прогрунтовала арголит белым акрилом и пробовала несколько делать картин сразу с помощью холодного фарфора делать объем но в некоторых местах он немножечко все равно отходит от основа поэтому сегодня мы попробуем сделать первоначальный слой объем с помощью фольги и клеющего пистолета также мы будем делать объем из фольги делаем вот такую вот плоскую лепешку то есть краям она меньше в центре более широкая и к другому краю тоже идет на уменьшение то есть некий объем по форме нашего туловища тщательно смазывая холодный фарфор прекрасно кладется на фольгу поэтому не переживайте все это первоначально наш объем после этого мы будем конечно делать холодным фарфором итак туловище объем небольшой сделали сейчас необходимо сделать голову голова у нас естественно должна возвышаться над вот этой вот частью там где шея поэтому делаем достаточно большой шарик который будет над туловище итак 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 и и так же можно сделать основные веточки которые у вас будут объемными во первых это облегчит всю конструкцию ну и конечно же ждут меньше холодного фарфора на создание объема обязательно тщательно сминаем фольгу чтобы не было больших пусток а сминаем фольгу в то есть так определенную фактуру у стола, совсем маленькие детали можно не делать, не прорезать немножечко сплющиваем, чтобы получился полукруг в объеме и так, наша задача сейчас дополнить этот объем холодным фарфором, создавая сразу некую фактуру перышек, мелких линий и так, холодный фарфор, я обязательно добавила немножечко зеленой, ой, зефирной глины для того, чтобы отбелить немножко все остальное, весь остальной цвет мы будем делать, конечно, с помощью акрила первоначальный слой мы промазываем тщательно растираем так, чтобы у нас все это прилипло и краешек тоже немножко хвост у нас будет частично объемный, поэтому буквально немножечко проходит холодным фарфором для того, чтобы в дальнейшем нам легче было приклеивать любые детали и, конечно, голубу и, конечно, большее внимание уделяете вот этому вот краю чтобы он тщательно прилип и, конечно, вот сейчас сейчас уже не принципиально с чего именно начинать можно и с туловища можно и с головы лучше всего перед собой иметь иметь фотографию птички которую вы будете лепить и так сейчас делаем все неровности и более плавные переходы вот в этих вот местах до края не стремитесь сразу большое количество делать допустим вот тут у меня будут крылочки поэтому пока я эту часть не буду делать и я не буду делать это это можно брать зубочистку острый стек и теперь начинаем фактурить нанося такие вот длинные линии по всей поверхности даже где-то подрываем блины по форме так по округам тщательно фактурим что я нанося не 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 Продолжение следует... 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 делаем огумление обязательно нам необходимо складочка вокруг глазика слезный канал попировали делаем горошину наша задача и вот это вот века немножечко прикрыть утопили глазик мягкими движениями и прикрываем века вокруг обязательно еще раз проходим уже более мелкими линиями за счет того что глина подсыхает она уже более рвется но это даст даже более интересный эффект поправляем чтобы глаз у нас был кругленький и ровный без складок ну и формируем нос наша задача сначала его прикрепить теперь нижнюю часть разрезаем клювик можно разделить для начала верхняя часть у нас меньше больше грязь и гибель Продолжаем. И обязательно делаем у нас трюки. С одной стороны и с другой стороны. Начинаем с нижнего слоя, переходим к верхним перьям. Катаем широкую комбаску по размеру и накладываем на наш хвост. И вот таким вот образом прижимаем, чтобы у нас получилась одна часть широкая, другая узкая. Точно так же делаем насечки. Итак, приступаем к крылышкам. Катаем толстую комбаску. Во всю длину. Намечаем, где у нас будет первая крылышка. И начинаем аккуратно длину опускать в противоположную сторону. Таким образом у нас тут остается толщина первого крылышка. Точно так же делаем, где сна разъединяем. Вот тут первое перышком будет. И от него уже начинаем продавливать. Точно так же делаем. Здесь более мелкие. И на спинке немножечко мелких крылышек. То есть фактурим. Нужно даже взять крылышки, прищипнуть и приподнять. Точно так же делаем. 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 Прищипнули. И немножечко придавили. Чтоб были остренькие. И в таком положении ствол мы также обмазываем холодным фарфором. Не стремитесь делать идеально ровно. Точно так же делаем. Точно так же делаем. Простижим. Очистим. Перемешиваем. Через psycho. День. Очистим. Корректорка. кусочек сделали и провели немножечко линии фактуры дерева таким образом обтягиваем фарфором все веточки отдельно я уже слепила ягодки и листья они полностью высохли наша задача дождаться хотя бы сутки полного высыхания после этого мы будем тонировать окрашивать создавать фон и лапки у нашего нашего птенчика сделаем в последнюю очередь уже приблизительно композиция